Ребят, химия является наукой практической. И вот мы сегодня с вами постараемся в этом убедиться. Мы проведем с вами химический эксперимент, который позволит нам проверить, влияет ли условие проведения эксперимента на результат эксперимента. Саша и нас решили испечь кексы. Для этого они готовят тесто, чтобы кексы были пышными. Нужно, чтобы тесто было тоже пышным. И вот мы попробуем увидеть, будут ли условия проведения эксперимента влиять на пышность приготовленного теста. Как вы думаете, вот какая у нас с вами проблема? Какие вопросы вы ставили? Мы ставим вопрос, при каких условиях тесто будет подниматься лучше и будут вкуснее кексы? Конечно. Итак, проведем эксперимент. Значит, добавляем, берем воду, добавляем ее в стакан. Добавляем в стакан муку. Аккуратно. Аккуратно. Вещества не должны быть рассыпаны. Аккуратно. Вещества не должны быть рассыпаны. Так. Аккуратно. 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 Тесто приготовлено. Аккуратно. И давайте мы с вами сравним. Высота теста в двух стаканах одинаковая или разная? Разная. Как вы думаете, с чем связана разная пышность теста? Тем, что у Насти много газа, поэтому тесто у нее поднялось лучше, чем у меня. И я думаю, это, наверное, углекислый газ, поэтому тесто так лучше поднялось. Потому что на меня не поднялось, а наоборот как-то сгустилось. Так, значит, какой мы можем с вами сделать вывод? Влияет ли условие проведения эксперимента на результат? Влияет. Так. Какое вещество оказывается влияние на результат эксперимента? Углекислый газ. Так, углекислый газ. Хорошо, и мы можем с вами вот сейчас написать уравнение реакции того процесса, который протекал в одном и в другом стакане. Так, мы взяли уксусную кислоту, ее формула CH3COOH, и мы взяли гидрокарбонат натрия. Натрий HCO3. Так. Так, у нас получается. Значит, веществом развыхляющим тесто у нас выступает какое вещество? Целых два вещества, как раз. Хорошо. Хорошо, Александр. Значит, ребята, смотрите, мы с вами использовали при выполнении этого эксперимента технологию, которая позволяет нам с вами развивать свою мышление и логику, да? И я надеюсь, что это поможет нам с вами в жизни, потому как мы можем это применить в наших практических занятиях на кухне. Приоритетной задачей школьного образования сегодня является достижение всех планируемых результатов обучения в контексте требований федеральных государственных образовательных стандартов. Наряду с имеющимися в российской школе традициями формирования высокообразованного человека необходимо развивать его компетентность, способность результативно действовать в нестандартных ситуациях. Иными словами, человек должен уметь проявить свою образованность в конкретной жизненной ситуации. Приобрести это умение обучающиеся могут на практических занятиях в неурочной деятельности. На протяжении нескольких лет в нашей школе ведется курс в неурочной деятельности «Химия на кухне», который помогает детям развивать естественно-научную грамотность. Естественно-научная грамотность – это способность использовать естественно-научные знания, выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносят в него деятельность человека. Естественно-научно грамотный человек должен обладать следующими компетентностями – научно объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства. Одной из характеристик заданий для оценки естественно-научной грамотности являются ситуации, в которых раскрываются различные проблемы. Предлагаемые учащимся ситуацией в заданиях связаны с повседневной жизнью людей, сохранением здоровья, использованием естественно-научных знаний для развития техники, с проблемами окружающей среды, то есть нетипичная учебная задача по химии, характерная для Штолы, а близких реальных проблемных ситуаций, связанных с разнообразными аспектами окружающей жизни и требующие для своего решения не только знания основных учебных предметов, но и сформированности общеучебных и интеллектуальных умений. Достижение данного результата способствует использованию практико-ориентированного метода обучения. Этот метод обучения предполагает освоение и усвоение учащимися образовательной программы и формирование практических умений посредством выполнения реальных практических заданий и упражнений. Выполняя задания практической направленности на занятиях неурочной деятельности, учащиеся продемонстрировали умение описывать, объяснять и прогнозировать естественно научные явления, умение интерпретировать научную аргументацию и выводы, с которыми они могут встретиться, понимание методов научных исследований, выявление вопросов и проблем, которые могут быть решены с помощью научных методов. Продолжение следует... Продолжение следует...